Всем привет, с вами Тома и мы продолжаем играть в Sims 4 с дополнениями на работу и веселимся вместе в стилистике My Little Pony. Закончили мы в прошлый раз на таком вот импровизированном маленьком свидании Флаттерша и Биг Макинтоша и моим мнением о том, что им нужен ребенок. Дядя, дядя, ты вообще не в тему, зачем ты пришел? Я тут пыталась сделать им романтическую обстановку и тут приходит дядя. Серьезно, на правду. Кстати, что-то ей все, досуг ей не особо и спать ей хочется. Я предлагаю брать Биг Макинтоши и куда-нибудь вообще уходить отсюда от этого дяди. Вот нормально, просто посидеть не дают нигде. Пойдем погуляем, я не знаю. Хотя можно конечно и при дяде, дядя такой испугается и убежит. Я сомневаюсь, судя по его лицу. Так, давайте что-нибудь такое легкое, романтическое. Позвать воздушный поцелуй. Мне больше интересно, как на это дядя будет реагировать. Мне кажется, ему не нравится, что происходит. Сейчас мы кого-то дойдем, я сейчас стою с романтической обстановкой. Привет. Привет такой. Роженые лица, а что вообще? Как они надоели, эти парочки. Приходят тут в парк и начинают. Свои, это самое. Может мы посидим? Ты с мести. Без дяди. Дядя. Дядя вообще не это самое, не в тему. Вообще не в тему дядя. Да, статуя у нее, конечно. Ну давай. Давай как ты ее будешь охмырять, а не наоборот. Это что такое вообще происходит? Страстно поцеловать. Вот. А вы можете при этом сидеть? Это страстно поцеловать? Ну-ну. Страстнее некуда, по-моему. Да не слушай, я даже с другой вами не соприкасаюсь. Так, если что, я напоминаю, что игра 18+, поэтому если кому-то что-то не нравится, можете пока отходить от экрана, потому что... Не, ну совсем разврата тут, конечно, не будет. Игра полностью зацензурена, но... Да все, хватит, хватит. Да, это было страстно. И куда она? Смотреть на звезды. Нетушки. Нетушки. А, Биг Макин тоже, давай активнее. Ой, что это было? Ты видели? Что за глюки? Восхищаться природой. Так, давайте что-нибудь романтичное. Вот, кокетливая. Да уйди ты, дядя Судорша. Ой, если это было не слишком коронково. Вот это забава. Если он сраный к ним хочет, в компанию. Ему очень скучно. Ему очень скучно. Что-то они тут уже... А, это был поцелуй в щеку. Да, иди, иди. Судорша, я тебя отпускаю. Тут у нас ничего потом не это самое. Дядя, вот ты вообще тут не в тему. У нас тут романтический вечер. Что он от нас хочет? Серьезно, дядя этот странный. Ну, какой-то вообще бомжеватый вид у него такой. Так, а ты что хочешь? Смотреть на звезды? О, кстати, да, ну да. А она что хочет узнать лучше? Да куда лучше-то узнавать-то? Так уже. Дядь, он подвинулся. Он спать ляжет? А, зараза. За-ра-за. Я просто по-другому сказать не могу. Ну, давайте по... Он хочет смотреть на звезды. Ну, давайте. Пойдем посмотрим с ней на звезды. Почему нет? Со стаканом такой. Они только начали немножко романтичными быть, как пришел этот чувак опять свой спорт. Не, ну понятно, что завести ребенка можно и не романтично. Хочется как-то человеческим. Они смотрят на звезды. И видят там маленьких анджелов. Сияние звезд. Разглядывать небо можно. Поверь, что все возможно. Он хочет приготовить вдохновленную еду. Целаться в Султершайн. Ну давай, целуйся. Я тебе это самое разрешаю. Все, полежали, хватит. Готовь сосиски с фасолью он хочет. Так, лучше так. Ну, ребят, вы просто нашли место. Разговор с намеками. Так, купить музыкальный инструмент она хочет. Строить помолвку. По-помолвку? Так вы уже женаты. Куда дальше? Куда дальше? Сделать пако с Ози на то, что-то. Какая милая ты. Так, я хотела, чтобы вы были романтичными и невдохновленными. Так, Биг Макинтош, давай это. Вот, 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 да. Нет, Фултершай, не спи. Игра не висни. Интересно, тут слайдшоу вообще как-то записывается или нет. Если оно записывается, то это забавно. Итак, у нас что-то тут зависло, но вроде уже отвисло. Я надеюсь, что дальше оно так виснуть не будет. Страстный поцелуй. Мы тут только разошлись, а у нас игра что-то начала тут. Зависать. Что-то игра то ли не справляется с накалом страстей, то ли что. А что он хочет? Назначить свидание. Она что хочет? Поцеловать кого-нибудь. Поцелуй. Че? Соксоперная поза. Так. Поцеловать. Романтика. Поцеловать. Ребят, ну место вы, конечно, выбрали, как обычно. Ой, да, вообще сексоперная поза просто. Да я смотрю, у него тоже не хуже на сексоперная поза. Так. Ей что он еще хочет? Флиртовать с кем-нибудь? Ааа. Вот, вот, уже, уже, уже. Ну, пофлиртуй с ним еще немножко. Так. Другие варианты. Флиртовать. Все, короче, мне кажется, нам пора домой и в кроатку. Фон вообще красавца. Так, че, сперту давай. Все, ребят, короче, давайте продолжим дома, потому что тут что-то совсем уже, как-то непотребство пошло с этими фонами в виде мужчин. Так, она уже тоже хочет, да? Все, понятно. Они уже готовы морально делать детей. Ааа, сейчас только до дома дойдут. Ей, так, так, так. Ты где? Все, я его не вижу. Ладно, неважно, мы его можем не видеть. Мы можем... Понятно. Мы можем просто вот сделать вот так, зачать ребенка. Ну, как бы выбор у нас небольшой. Так, глаз из куста. Что же в кусте делает? Пока у нас волшебная не упала в обморок. Давайте пока он у нас романтичный. Да, все, бегом-бегом-бегом наверх. Тут, короче, все такие собрались посмотреть, что будет. Слушайте, что вы все к кусту ходите? Еще один. Куда ты? Что ты хочешь от куста? Скажи мне. Кто не то явно хочет от этого куста? Ты дорисовал свою картину? Зубновить. А, наверное, просто сбросил и все. Так, тут что? Елки. Боже, боже. Ребята. Почисти. Включай, они ничего не делали, пока мы ходили на свидание. В общем, тут уже все скоро бельем порастет, а они так ничего и не сделали. Лодыри, лодыри. Халташай просто сейчас уже такая еле ползет до этой кровати. Что делать? Рано встала. Печалька. А он хочет туалет, еще лучше. Ай, я не успела. А, его закрепить, наверное, нельзя, это желание. Ну, в общем, да, анимацию. В костюме кролика выжил. Что за ролевые игры? Да, в общем, анимация вся та же самая. У нас тут уши кролика из-под одеяла вылазят. Да, так вот кролики делают детей. Их уши вылазят из-под одеяла, да. Ну, а что делать? Надо же детей делать. Страсть. Как приятное прикосновение другого персонажа. Игривый шутник. Кокетливые шутки настраивают на романтический лад. Да, да. Все. Все такие и спать, я чувствую, сейчас. О, боже, 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 боже. Я боюсь. Все? Все довольны? Да. И они такие в сердечках спать. Боже. Ну, слава тебе, Господи. Забрались. С этим. Ну, я надеюсь, теоретически будущий ребенок будет доволен. Потому что, как говорится, мы приложили все усилия, чтобы сделать его максимально желанным. Так, что у нас тут происходит? Ты почистила раковину. Молодец. Молодец. И можно еще приготовить что-нибудь. Ну, на всю семью что-нибудь приготовь. С утра людям покушать. Окей. Так, ты что делаешь? Дорисовал? Как у тебя вообще, кстати, продвигается с твоей рисовательской деятельностью? Сознать картины завершено. Уровень он достиг. О, молодец. Он тоже хочет что-нибудь приготовить. Но нет, эта должность уже занята. Ну, ты можешь покритиковать эту работу. Ты же нас любишь критиковать работу? Ну, что-то так. Фигня. Странная картина. Ну, ладно. Нет, ну, в принципе, лучше, чем... Ну, в принципе. Кстати, этот у нас прогульщица. Куда ты все-таки домашку делала? Вот она ее точно где-то оставила. Интересно, где можно выбрать делать домашку, не на самой домашке? Как-то же, наверное, можно вот в таких случаях, когда кое-кто посеял домашку неизвестно где. Это у нас какого, кстати, уровня вообще? Ой, получил. Как ты нас хоть готовить-то умеешь? Кулинария 2. Ну, все, конечно, не особо. Е-е-е-е. Папчик, налетай. Торопись, покупай. Папчик. Ау, да, вот так вот у нас проходит воскресный, субботний... Субботная воскресная ночь. Девушки, а вы спать не хотите? Почему вы не хотите спать? Потому что вы днем ничего не делали? Слушайте, иди спать, а. То вы потом с графиком вообще собьетесь. Все, всем спать. Спать. Всем спать. Еду в холодильник. Музыку можно пока выключить. Так. Кто не спит? Ну так бегом, беги. Набрать память. Давай, беги. Ну а шо, что я? До последнего терпел. Вроде взрослый мальчик. Но все туда же. Э-э-э, куда? А, этот сломался. Ладно, иди в этот. Иди в этот. И тут, наверное, надо... Ладно, не иди в этот, иди в этот. Все, он уже хороший. Печалька. Подумал, пошел обратно. Он, очевидно, на середине лестницы не может передумать. Бедняга. Ну, так вот бывает, да. Будет тереть пол. Обнять кого-нибудь он хочет. Неприятное окружение. Ну так, вперед. Справляй эту оплошность неприятного окружения. А, теперь он у нас кокетливый. Ну, прими какой-то там холодный душ. Так и быть. На своей уборке. Так, платье ты через сколько доработаем? Доработать три часа. То ей тоже надо принять душ. Честно говоря. Выпить чашечку кофе. И покушать. Ты бедняга у нас вообще. Вообще. Что он там? Да, полночь теперь будет принимать. Не, ну все. А, так. Непотребство, непотребство. Так, все, хватит спать. Ты тоже в душ. Освежающий. Кстати, ты у нас и так будешь вполне себе бодрой. Что, опять кто-то накапал? Вообще уже. Опять накапали. Так, что он хочет поцеловать? Ну, теперь жди, пока выйдет. Да, что-то она там уже бодрая. Чуть-чуть. Сделай тест на беременность. Я думаю, нам надо. Сейчас там домоется только. Мойся, мойся, мойся. На уж. Так, она у нас энергичная. Сделай тест на беременность. Что-то там больно энергично. Так, еще позавтракать ей надо. Сейчас такие опять эти самые все будут у нас. Мне кажется... Ах, папушка. Пейзи, давай их поздравляем. Фаттершер ждет ребенка. Все вместе будет прибавление. Интересно вообще тут болтать. Нет, давай не болтать. Давай мы обрадуем, скажем. Прикинь, что он тут. Планшет играет. Так. Это в какой категории, я не помню. Там что-то типа разделиться секретом. Ну, вроде не это. Там что-то рассказать важные новости было. А, вот, рассказать главные новости. Все, иди рассказывай главные новости. Мне кажется, у нее уже желтик появился. Все? Это все, что она... Все, что она рассказала. Значит, свидание. Хочется сплетничать. Фаттершер, тебе надо есть за двоих. Ну, или как минимум за одного. Возьми. Поесть что-нибудь. Взять порцию. А вот товарищ может убрать тарелки. Кто тут? План оставляли всего. Так что вот так вот через три дня тут будет на одно лицо больше. Фаттершер у нас будет опять не худенькая. На уши, смотрите, какая. Как сразу это раз, так и было. А, ну ладно. Кстати, вот... Еще хотела сказать, что с этой темой с детьми вообще просто какая-то... Не знаю. Потому что дети все наперебой говорят. Сделай всем персонажем детей. Срочно, быстро. И сколько у всех, короче, были дети. Какая-то... Не знаю, взрослые вроде наоборот хотят какого-то экшена, какой-то профессии больше, какой-то, знаете, конфликт такой интересов. Я сама против темы детей совершенно ничего не имею. За исключением того, что я думаю, что должно быть все в свое время и, так сказать, когда все будут морально готовы. Но одержимость именно темой детей и родов современных детей, ну, нормальных детей, живых детей, да, меня немножко пугает. Все вот эти игры про, там, поняшки рожают, о боже, меня это просто пугает. Честно говоря, я не знаю, с чего такой дикий интерес к этой теме. Я не хочу ни разу на этом спекулировать, поэтому... Я не знаю. Даже как себя тут вести, начнешь всем делать детей, будут говорить, что вот, и ты тоже туда же. Всем детей. С другой стороны, как-то, ну, наверное, надо. Тем более, смотрите, они у меня взрослые персонажи, да? Так. Так, так. Им уже осталось 10 дней до взрослого состояния, а потом во взрослом состоянии еще там сколько-то там, что-то в районе 60, наверное, дней, получается, да? Или там чуть больше. В общем, неважно, то есть они у меня уже больше половины жизни прожили, как симы, да? Поэтому вопрос о детях у них стоит сейчас более чем актуально, на самом деле, потому что еще дней 20-30 уже несколько, может, поздновато. Да, может быть, нет, не знаю, как тут с этой точки зрения. Ну, наверное, рожать-то можно и позже, но как бы хочется до теоретической смерти его хоть немножко вырастить, этого ребенка, хотя бы до подросткового состояния. Поэтому, короче, да, тема детей и в современных интернетах, и в современных играх несколько неоднозначная. Вот, поэтому я надеюсь, что меня никто не будет ругать за то, что я делаю им детей или не делаю им детей, потому что, допустим, на мое мнение, у этой пары уже действительно дошло до того момента, когда стоит делать ребенка, да? У пары, допустим, Эрктонов, раньше был Рэнбл Дэш и Саарин, да? Я пока, допустим, не готова им заводить ребенка, потому что, ну, вы видели, как они там все на свадьбе разругались, да? То есть, ну, понятно, что это симы, и они не будут делать того, чего бы я не хотела, да? Ну, так, совсем в глобальных масштабах, да? То есть, они не побегут там разводиться друг с другом, грубо говоря, да? И, то есть, ребенка им можно заводить спокойно с этой точки зрения, но, с другой стороны, хочется как-то по уму немножко, не знаю. В общем, да, в общем, поэтому, в общем, я завожу симом детенка тогда, когда я считаю нужным с какой-то моральной точки зрения, я не знаю, ну, с моей точки зрения, с моей жизненной позиции, да? То есть, прям, вот, поженились и сразу ребенок, нет, это я не считаю, что это правильно, вот, потому что человеку надо как-то морально самому развиться и все такое, вот. А если он сам ребенок, куда ему детенка делать, как вот случай с Пинки Пайбл, допустим, да? Вот, такие вот дела, поэтому, пожалуйста, не ругайтесь на эту тематику. Ну, и заодно мы как раз параллельно посмотрим на еще развитие профессии доктора некоторые дни, да? И как раз у нас состаршает, глядишь, уже и родит к тому времени, потому что целиком ветку карьеры доктора я, конечно, качать не буду, это не имеет смысла. То, что нам надо за других поиграть, у нас там Твайлайт давно не играми. Так, найдем новый элемент, болтать с пациентами, кстати. Неприятное окружение, в общем, да, ее может еще подташнивать и все такое, забавно будет смотреться, наверное. Давайте Недолеченную нашу Что она, кстати, хочет сделать? Сделать пакость. А, нет, давайте сделаем ей что-нибудь хорошее. Пакость мы делать не будем. Ребенку, тем более, больному. Пацану стыкает теперь, как Харл в Сончик ходит. Я надеюсь, что после родов она опять будет худенькой. Так, и что? А, вот, она ободряет. Давай, ты поправишься, мы тебя верим. Читать доклады, взять мазок, проверить температуру. Ну, это, наверное, смотреть пациента. Знать самочувствие. Так. Ну, это, наверное, нам нужен новый пациент, чтобы у него температуру мерить. Я так подозреваю. Там, надо новый пациент. Они еще не пришли. Ну, давайте почитаем доклады пока. В интернетах. Что пишут? Может, новые какие доклады? Такое впечатление, что вы держите доклады, как в фанфике. Уже просто читают там какие-то такие. Вау. Клевый доклад. Так, дальше. Вот, давайте нового пациента возьмем. Так, вот у нас уже определился, как пациент. И отправить ее на койку для медосмотра. Что у нее жар. Что она очень внимательная. Так, опять этот парень. Мне кажется, тут одни те же симы ходят, на самом деле. Так, что мы с ним надо сделать? Проверить температуру, взять мазок. Сейчас мы ее тут полностью обследуем. Смотрите, у них разные эти саны. Ну, того, конечно, парня с розочкой, это, конечно, было. Померить температуру. Сегодня что-то детей мало. Сегодня мы будем лечить взрослых. Так, что нам надо еще сделать? Взять мазок. Опять передать пациента. Я не знаю, как передать пациента. Я еще не разобралась. Как это самое... Что с ним делать? Дать еду. Мы еще не можем едать еду, она еще не голодная. Ладно, давайте проанализируем. Хоть когда-нибудь мы уже что-нибудь наанализируем, интересно. Анализировать. Футер-шай успешно выполняет аттестационное обследование пациента. По тесту получены хорошие результаты. Но для чтения некоторых данных ей не хватает опыта. Поэтому они будут переданы другому врачу для постановки диагноза. За это Футер-шай получает новые знания. И что, теперь мы можем передать? Или нет? Ох, как все сложно. Я все еще не понимаю, как это делать. Так, браза ткани был взят. Что-то странное с этим. То ли перевод кривой, то ли я чукча. Так, и что? Ну и что, что мы? Короче, мы пока слишком глупы для того, чтобы что-нибудь наанализировать. Ничего не показал. Мы все еще слишком тум-тумчики, чтобы что-то наанализировать. Дать еду. Дать человеку еду. Так, еду дали. Отлично. Дальше что? Вытереть лошадь. Боже. Кому тут нужны пациенты? Могу отдать задаром. Угу. Нет, все еще ничего такого не появляется. Окей, будем делать то, что у нас получается. Притерять пол. Допустим. Ладно, наверное, давайте в то же время нас поджимает. Наверное, пора заканчивать. Все, хватит вытирать лужи футерша. Не это самое. Застелить постель. Сейчас еще пустим-ка сбегаем. Да, в общем, посмотрим тогда в следующей серии дальше карьеру доктора. Там, может быть, надо, наверное, на подгузниках думать. Надо тогда уже там что-то сатом заняться. То у нас уже там все яблони загибаются, пока мы тут романтические отношения качаем ребятам. Вот. Ну, тогда это уже будет все в следующей серии. Надеюсь, это было вам интересно. С вами была Тома. Пока.